Это уже второе видео про GPT-4WOCK. Как и обещал, делаю продолжение. О продолжении я обещал сделать, если первое видео наберет 500 лайков. Там я рассказываю, что такое GPT-4WOCK и как его установить. Ссылка в описании. 500 лайков вы поставили, значит без вариантов. Хотя при ближайшем рассмотрении я понял, что ничего нового для тех, кто поработал в GPT-4WOCK, и я не открою. По большому счету в справке все описано, хотя и на английском. Разомнемся на забавном, но не самом востребованном примере – GPT-Classify. Выбирает, к какой категории можно отнести объект на основе предустановленных вами категорий. Audi у нас немецкая машина, Volvo – шведская, хотя вроде как они ее продали китайцам. А Dodge – производство США. Значит, как это делается? Формула GPT-Classify. Далее ячейка, в которую забиваете марку, и категории указаны в самой формуле, в кавычках. Как я говорил в прошлом видео, параметры также можно подтягивать из отдельной ячейки. То есть выбрали ячейку D4, это удаляем, и в ячейке D4 указываем, из каких стран GPT будет выбирать. Ладно, давайте я сделаю все набело. Значит, равно, даже не так. В расширениях у нас плагин. Открыть. И здесь все формулы с примерами использования. Нас интересует GPT-Classify. Копируем отсюда, не забываем про знак равно перед формулой, вставляем скобки и ячейка, которую будем анализировать. А6. Точка с запятой. И ячейка с категориями, то есть на основании чего будем анализировать. Здесь страны. А здесь марка машины. Интер. И все. Германия. Если нужная страна отсутствует, то выдаст какой-нибудь чушь. Германия. Наверное, потому что ближе всего к Франции. Но если мы добавим Францию сюда в страны, то ошибку он исправит. Забавная штука, но практического применения я ей не нашел. А вот следующая формула, наоборот, очень полезна и востребована. Она вытягивает нужную информацию из присланного текста. Тут в примере отрывок резюме, где соискатель перечисляет, в каких компаниях работал. Так вот, чтобы не перечитывать гору резюме в поисках какой-то нужной вам информации, это можно доверить нейросети. И она эту нужную информацию вытащит. Формула, GPT-экстракт. Значит, формула, скобки, ячейка, которую нужно просмотреть, точка с запятой и что хотим вытащить. Например, город, в котором живет соискатель. Или имя. Или email. А что, если у нас было прислано три резюме. Да хоть 303. Единственное, у нас тут указана одна ячейка для анализа, а нужно указать все три. Вот таким вот образом. С А8 по А10. Вот, вытащили все адреса электронной почты. Причем можно указать, чтобы вытащил еще и имя. Вот. Все имена и все email. Вытаскивает он независимо от того, как составлен текст. Собственно, на то она и нейросеть, чтобы понимать контекст и отличить клин журавлей от клина города в Московской области. А если мы добавим в условия еще и город, то получим, вот, получим все города проживания. Но все то же самое можно сделать еще и по-другому. И вот следующая формула, на мой взгляд, является просто таки бомбической и в народном хозяйстве крайне востребованной. Фил. В примере она исправляет так и сяк написанные имена и приводит их в единообразный вид. Пример, кстати, можно вставить, и это будет вполне рабочая формула. Она работает по принципу «посмотри, как сделано, пойми логику и сделай так же». Значит, даем ей пару примеров. Имя и город проживания. Имя и город проживания. Формула, скобки и сначала референс. То есть из этих двух ячеек мы выбрали вот такую информацию. Точка с запятой. Теперь выбери нам такую же информацию из всех последующих ячеек. Вуаля. Имя и город проживания. Лучше вот сюда только перенести, чтобы не путаться. Причем если мы добавим еще что-то в референс. Интересно, он поймет, что нужно вытащить имейл. Не понял. Ну да. Именно референс нужен, что мы конкретно вытащили из этой ячейки. То есть тут такой имейл, тут такой. А вот. Получили в итоге такой же результат в двух других и во всех последующих ячейках. А значит по аналогии мы можем делать тоже и с другими формулами. Например, GPT-формат. Приводит все к единому формату. В примере хаотично напечатанную дату он переводит в формат ISO. И что бы мы не написали и как бы мы не написали, он будет выдавать единообразный результат. И вот в принципе то же самое можно сделать с помощью fill. Просто дав ему пару референсов того, как мы записываем хаотично прописанные даты. Должно сработать, хотя я и не пробовал. И я бы сказал, что это основные функции GPT-forWalk именно для Google таблиц. Все остальное это разное обращение к чат GPT для тех, кому лень переключать окна браузера. Поэтому насчет курса беру свои слова обратно. Там было условие, по-моему, полторы тысячи лайков. Просто не про что. Тут делать курс. Да и полторы тысячи все равно тот ролик уже не наберет. Все, любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok